Доброе утро! Сегодня я хочу рассказать вам о книге Григория Федосеева «По восточному Саяну». В 49-м году в журнале «Сибирские огни» впервые был опубликован фрагмент повести «Мы идем по восточному Саяну». В тот год геолог-геодезист Григорий Федосеев начал новую жизнь – жизнь писателя-мемуариста. В своей первой жизни геолога и геодезиста Григорий Федосеев сумел осуществить мечту каждого мальчишки, начитавшегося знаменитых писателей-романтиков. Его привычным окружением стала первозданная тайга, дикие животные и недоступные скалы. Федосеева называли последним из магикан, перед кем еще открывались пейзажи, коих не видел человеческий глаз. Эта книга посвящена геодезистам, топографам, географам, в общем, всем создателям карты Советского Союза. В основу легли записки Григория Федосеева, когда он в далеком 1938 году был начальником астро-геодезической экспедиции. Множество препятствий подстерегают человека. Дикий зверь, горные обвалы, нежданный ливень или трескучий мороз. Бурные реки гневно бросают людей на пороги, за минуты уходит под воду лес, кончаются припасы, но люди продолжают идти. Экспедиция должна проложить дорогу тем, кто пойдет вслед за ней. Необходимо залить туры на вершинах гольцов, составить описание хребтов, перевалов. И все это для того, чтобы воспользоваться богатствами, что скрываются в щедрых глубинах Восточного Союза. Но, конечно, центр повести – это люди, их характеры, мужество и отвага, выносливость и сила духа, проявленные в самых безнадежных ситуациях. Читая эту книгу, вы вновь и вновь будете восхищаться этими людьми, вместе с ними смеяться над казусными ситуациями и горевать в моменты тяжелых утрат. Добро пожаловать в Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга. Читайте книги!